И песня тоже сладкая, вызывает только хорошее воспоминание. Но пока наша память ухудшается, возможности компьютеров постоянно растут и развиваются. Российские физики осваивают новую технологию, которая должна лечь в основу совершенно нового вида компьютерной памяти. Новинка обещает работать на три порядка быстрее и служить миллионы лет. Во всех тонкостях научных процессов разбирался Андрей Негру. Наверняка разобрался. Хотите ли вы, чтобы по объему ваша флешка была как жесткий диск и при этом никогда не сломалась? Ученые говорят, для этого нужны новые технологии записи информации. Та, что используется сейчас, лучше уже не будет. Сегодняшняя память работает на транзисторах. Технологии уже больше 60 лет. Конечно, ее без конца улучшали, но все же совершенству есть предел. Выход российские ученые видят в замене транзистора на другой элемент электроники. Сопротивление или резистор. От этого и название новой памяти — резистивная. Чип резистивной памяти мы загружаем сначала в шлюз, где после откачки перемещаем его в камеру атомно-своевого осаждения. В этой установке на подложку наносят слои нейтридотитана и оксида гафния. Позже с помощью другого аппарата тонкую пленку поделят на отдельные резисторы. Каждый станет ячейкой памяти. Будет хранить один бит информации. Есть сопротивление, логический ноль. Нет единицы. Это нанотехнология. Ячейки не то, что невооруженным глазом. Под обычным микроскопом не увидишь. Под электронным видно. Они стали намного меньше. Память будет работать в тысячу раз быстрее. И при этом количество циклов перезаписи практически не ограничено. Впрочем, уже сейчас у этой разработки появился конкурент — магнитная память. Эти замечательные кластеры, которые мы видим вот здесь, во-первых, они имеют высоту всего лишь 15 нанометров. Они могут использовать как среды для записи информации со сверхвысокой плотностью. Кластеры и есть ячейки памяти из магнитного материала. Мы привыкли к тому, что магнит имеет два полюса — северный и южный. Но оказалось, что в наномире всё не так. Если мы делаем частицы очень маленького размера, то у неё структура преобразуется в вихревую. То есть у неё нет ни северного, ни южного полюса в плоскости частицы. Но появляется составляющая, которая перпендикулярна плоскости. Мы называем такую структуру вихревой. То есть она похожа на торнадо. Направление этого вихря можно менять и записывать таким образом информацию. Торнадо направлено вверх — ноль, вниз — единица. На пластине такого размера можно вырастить триллион кластеров. Один кластер — один бит. То есть сюда можно записать чуть ли не 100 гигабайт информации. Вот она идея новой флешки. Правда, на то, чтобы довести её до ума, может уйти лет 10. Продолжение следует...